Привет, друзья! В этом видео я покажу вам, как сделать качающий дарк бит в стиле Микмилл, Лил Дёрк, Лил Бэйби, в частности, в стиле последнего альбома Микмила. Я покажу вам фишки, как сделать цепляющее дарк звучание, ну и затем максимально качающую драмку. И не будем медлить, погнали к видео. И сперва я взял хор. Не приду тебя, не порадую. В треке Микмила, Sharing Locations, вы можете слышать болгарский хор. Да, и для этого идеально подходит болгарский хор и также русский фольклорный хор. Чтобы искать подобные сэмплы, вам достаточно в Ютубе вбивать Russian Folk Choir и по следующим ключевым словам, которые вы видите на экране. Всё, и сейчас мы будем нарезать этот сэмпл. Первое, что я вам советую сделать, это выкрутить трим на максимум. Он уберёт вот эти пустые участки. И дальше нам нужно сразу найти BPM. Просто начинаю воспроизводить композицию и просто тапаю BPM. Всё, вычисляем примерное значение, точного нам не нужно. И теперь ножиком будем нарезать моменты, которые мы хотим включить в наш бит. Например, вот этот момент. Здесь вот такие более длинные, спокойные. А нам нужны примерно моменты вот как этот. Ну, я думаю, вы чувствуете, что этот момент намного качёвее, чем вот этот. И также чисто эмоционально слушайте, где больше голосов, где больше энергии. Например, как в этом моменте. Ещё один голос вступает. Всё, теперь удаляю все клипы, кроме тех, что я выделил для себя. Вот, и теперь пододвигаем их в начало. И здесь мы уже более детально просто пододвигаем все эти клипы. Убираю моменты, которые мне меньше нравятся и оставляю только самые насыщенные. Вот этот клип давайте вовсе уберём, потому что он какой-то больше протяжный. Ну и всё, давайте это уберём и оставим только вот эти два клипа. И теперь хор у нас ещё недостаточно качёвый. Чтобы это исправить, мы просто берём ножиком и убираем вот эти въезды в фразу. Мы просто вырезаем вот так первый так здесь. Вот. Вот, слышите? Долго въезжает. То есть это у любого хора, так вот эти въезды, они всегда будут присутствовать. Но нам, чтобы достичь максимального кача, они не нужны, поэтому мы просто их вот так вот убираем. Всё, отлично. И теперь, чтобы не было вот этих кликов, переходов, выставляем смув. Но режим смув сдвигает переходы, как вы видите, аж на полдоли. То есть у нас переход не вот здесь совершается, а аж вот здесь. То есть довольно сильно. И потом, когда мы будем накидывать дрампу, будет казаться, что он как будто не в ритм. Поэтому мы зажимаем Shift-Alt и вот так вот двигаем, чтобы переход был ровно на сетке. И так проделаем с каждым переходом. Всё, теперь можно выставить стретч и прибавить BPM, например, до 155. И теперь я закину его на канал микшера и здесь немножко его подсведу. Главным плагином, конечно же, будет Alter Boy. Им я хочу опустить форманту и Pitch. Как я уже говорил в каком-то видео, Alter Boy позволяет достичь этого загадочного тёмного звучания, если опускать крутилку форманты. И дальше я накину компрессор, чтобы выровнять этот сэмпл по громкости. Как вы видите, здесь есть громкие моменты, есть тихие. То есть делаем такое вроде сведения вокала, только намного меньше заморачиваемся. И также я накину Sud. Он уберёт все неприятные частоты. То есть не нужно, например, эквалайзером вот так вот сидеть, вычислять какие-то резонансы. Тем более, что в большинстве случаев вы ошибётесь. Плагин Sud. Делаем побольше точность, побольше само значение, насколько вырезать. И он всё сделает за вас. Вот это он вырезает. Вот эти неприятные частоты. Всё. И теперь я накидываю дилей с пинг-понгом. Это расширит этот сэмпл. И как бы добавит ему немножко полноты. Очень такой классный эффект. И ревер после всего этого дела. Сэмпл готов. Но теперь нам нужно прописать дополнительные инструменты, всякие бэлы или ещё что-нибудь. Но для этого нам нужно знать, какие ноты в этом сэмпле, в каком тональности. И я вам советую не заглядывать ни в мелодэ, ни в любой другой анализатор. Просто создаёте, например, паттерн с пасом. И пробуйте прописывать басовые ноты поверх этого сэмпла. Плюс-миллс на вот таких высоких нотах размещайте и просто слушайте. Таким образом вы быстрее разовьёте свой слух и станете намного компетентнее, как продюсер. Но если вы уж совсем не можете определить, тогда вам поможет плагин Melodyne. Ставите его в начало цепи. Записывайте на вот эту кнопку. И здесь можно увидеть каждую ноту, которая содержится в этом сэмпле. Смотрим, здесь первый аккорд идёт, это E-минор. Как видите, здесь E-минор, здесь опять E-минор, ну здесь A-мажор, но это нам никак не помешает. Всё, и теперь давайте пропишем Bells. Здесь тоже есть некоторые особенности. Конечно же вы можете прописать обычную партию, используя всего 3-4 ноты, как вот здесь. Но я бы вам советовал прописать более сложную партию на одном аккорде. То есть вы ставите просто вот сюда ноту E, потом... Поднимаетесь просто вот так вот, потом уже вот здесь сделать такой же подъём. Сюда ноту продублировать и прописать какую-то мелодию сверху. Используя полутона, это создать максимально злой эффект, максимально dark. Продублируем и только вторую половину немного изменим. Вот, и как вы поняли, сейчас мы эти Bells будем half-таймить. То есть сами сравните, эта партия и та. То есть звучит намного интереснее, с какой-то текстурой. Звучание гораздо более завлекающее. Теперь можно рандомизировать Velocity и также на этом канале я накидываю затоп Vinyl. Он ещё больше создаёт загадочного ощущения, dark ощущения. И дальше после этих Bells мы, конечно же, добавляем какую-то текстуру. Я нашёл вот такой вот пат из электры. И он у нас также будет на одном аккорде. Разместим вот эти две ноты. И просто вот так продублируем, только опустим вот эту ноту на один полутон, чтобы добавить загадочности. И вот здесь, например, эту ноту можно поднять. Чисто для разнообразия. Очень классную атмосферу задаёт. Ну и теперь бас. С ним всё максимально просто. У Lil Baby в битах чаще всего используется прогрессия 1, 6, 5 или 1, 5, 6. То есть, что это значит? Первая ступень. Тональности E minor. Давайте я выберу для наглядности. Вторая, третья, четвёртая, пятая ступень. Шестая. Выпускаем на актуал вниз. И пятая ступень, вот она. Но только эти ноты мы подвинем сюда, а эту продублируем. И эта прогрессия всегда будет звучать хорошо, когда у вас мелодия на одном аккорде. И когда она содержит мало гармонической информации. То есть, мало нот. Всё, чисто для аранжировки каких-то свитчапов. Я продублировал этот паттерн Белла и поднял на октаву вверх. И теперь давайте будем прописывать драмку. Послушаем звуки, которые я подобрал. Это обычный клэп из моего драм-кита. Вот такой вот снейр. Их мы будем лейрить, но об этом попозже. Дополнительный снейр. Open Head. Hi-Hat. Spins 808. И Rack Kick. Итак, размещаем клэп в стандартное положение. И просто копируем его и вставляем вот в такой вот снейр. Также можно стандартный клэп лейрить с вот таким снейром. То есть снейр такой резкий, короткий, а клэп достаточно протяжный. И он будет создавать небольшой хвостик. И это намного качевее, чем одиночный снейр или клэп. Дальше разместим хай-хэт. То есть по отдельности вообще не то. Добавим пробежек на хай-хэтах. Продлю их вот таким образом. И тут можно опустить. Нажимаю Alt-U и разбиваю ноту на несколько штук. Добавляем много пробежек. В третьем такте их и вовсе не будет. И в конце сделаем вот такой вот небольшой спуск. Вот так. Готово дополнительный снейр. Вот так. Можно убавить немножко велосипед. Опен-хэт мы разместим вот так вот в начале. Ну и 808-й. Открутил ему немножко Out. И достаточно сильно прибавляем ему громкости. Также Velocity на максимум. В таких битах типа 4PF редко бывает какая-то стандартная партия 808-го типа этой. В них зачастую ноты вот так смещаются. Даже вот эту ноту. Например в треке WoW и вовсе вот такая вот партия во второй половине. И это придает просто мега крутого кача. И вот эти ноты давайте поднимем. На квинту вверх. То есть на ноту B. И вторую половину просто опускаем. Сначала на C. Потом выделяем конец. И на ноту B. Так, да. В конце хочется сделать какую-то пробежку. Но наверное я сделаю. Более простую. Также копировал ноты 808-го. Вставил в кик. И опустил его на ноту B. Это сделает кик более глубоким и более пончевым. И также уберу вот эти ноты. И вот эту пробежку. Мне так больше нравится, когда звучит, когда кик не совсем точно повторяет бас. И также неотъемлемой частью качового 808-го баса и кика является сайдчейн. Этой вещью многие пренебрегают и зря. Вот. И также немножко 808-й бас подсатурировал. Но конечно главный секрет всех качовых драмок это простота. Используйте меньше звуков для драмки. И менее насыщенные партии в них. Все эти звуки для драмки, а также bell, вот этот пэт и бас из амнисферы вы можете получить подписавшись на меня на патреоне. Патреон это площадка, где меня можно поддержать, а взамен получить звуки из видео. Подписка начинается всего от одного доллара. И также думаю туда на патреон я прикреплю еще больше ключевых слов, по которым вы можете искать сэмплы. И ставлю несколько ссылок на ютуб видео и плейлисты с подобными сэмплами. Поэтому переходите, подписывайтесь, ссылка будет в описании. И теперь давайте поговорим про аранжировку. Здесь в целом есть несколько фишек. Добавляем вот таких вот переходов. Они создают очень классный эффект врыва. И отдельно хочется сказать про вот этот вот свитчап. То есть вот полные четыре такта мы берем, вот так вот обрезаем, все остальное удаляем и вот так вот дублируем. Вот таким образом. Потом в два раза чаще. И затем... Вот таким образом. И дальше я просто сделал уникальным вот эту партию 808 баса. Немножко повырезал паттерны драмки. И вот так выглядит его рисунок. Сперва мы добавляем вот такие слайд ноты, чтобы 808 бас не продолжался, а играл так отрывисто. И дальше вот здесь в слабых долях опускаем на квинту ноты. Делаем вот такие вот пробежки на октаву вверх. Также очень классно здесь играют вот эти ноты, которые не совсем по сетке. То есть рисунок как у хай-хета в дриле. Ну вот такая вот странная партия, но для свитчапа очень классно. Она освежает весь бит, драмку и просто хороший свитчап, короче. Дальше после вот этой партии сразу же появляется наша акапелла и партия бэлов на октаву вниз. И после этой партии добавляется кик и наша текстура, наш пэд. То есть каждый квадрат что-то меняется. То добавляются вот такие паузы, то убирается, то добавляется кик, дополнительные какие-то инструменты. И это нужно, чтобы аранжировка не была скучной, чтобы бит завлекал. И было интересно его слушать даже отдельно, без рэпера, без артиста. Все друзья, если понравился ролик, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Этот бит уже вышел у меня в группе ВКонтакте, вы можете его послушать, приобрести если хотите. Я с вами прощаюсь, всем удачи, до встречи в следующих видео и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok